Etsy. Платная реклама. Как самому случайно не запустить платную рекламу в новом, либо старом обновляемом листинге? Приветствую вас, друзья! С вами Прохоровская Светлана. Друзья, если вы недавно тестировали бюджет по рекламе, и у вас осталась примерно такая же картинка, вы решили удалить все листинги, бюджет оставить минимальный и вот так бросить, а потом, если решите, возобновите. Это обозначает, хоть листинги у вас все удалены, но минимальный бюджет остался. Это означает, что у вас реклама включена. Если вы хотите отключить рекламу, то вам четвертая ячейка, это сейчас, другие опции и самая последняя линейка, выключить рекламу. Run of ads. Получается, выключить рекламу, это так переводится эта фраза. А на что я хочу ваше внимание как раз обратить? Смотрите, мы в старом или в новом листинге. Если у вас была реклама, не забывайте, когда вы выставляете новые листинги, у вас в конце листинга, при таком даже, скажем, минимальном включенном бюджете и ноль листингов, у вас будет видна вот такая ячейка. Смотрите, маркетинг. И вас спрашивают, а вы хотите рекламировать листинги в АТС? И здесь автоматически падает точечка в ячейку. Да, я хочу рекламировать этот листинг. Фактически, если вы не прокрутили до конца, либо не обратили внимание, что это за точечка в конце, то ваш листинг автоматически на этот бюджет будет рекламироваться, если у вас такая картинка, как и у меня сейчас, на доллар в день. Если вы убрали там, например, забыли убрать там 10-20-30 долларов, то на 10-20-30 долларов в день. Получается, обратите на это внимание. Пока у вас, например, даже если нету листингов, но хоть минимальный бюджет какой-то есть, внутренняя реклама на АТСе платная считается включенной. И получается, пока вы вот здесь не выключите, она будет считаться включенной. И ваши новые листинги будут вот с такой опцией все. И если вы не хотите его рекламировать, вы нажимаете, возможно, позже. И тогда публикуете свой листинг. А я вот, например, открыла самый старый свой листинг, хочу его отредактировать, он продан. Но у меня автоматически здесь тоже был, скажем так, опция заполнена. Да, я хочу рекламировать этот листинг. Если бы я не прокрутила вниз, а просто нажала Renew, то этот листинг автоматически рекламировался на тот бюджет, который у меня указан, пока я бы не опомнилась. Получается, если у вас таким образом платная реклама внутренняя на АТСе включена, хотя там на данном этапе ноль листингов, вам крайне важно следить за новыми листингами и старыми листингами, которые вы обновляете. Друзья, если у вас есть вопросы, задавайте под этим видео. Делитесь своими впечатлениями по АТСе рекламе, понравилось, не понравилось. Если вы любите читать, у меня есть на АТСе книги, загляните в мой АТСе магазин How to Sell Crafts. Есть и мои услуги. Кому нужно, почитайте. Две секции АТСе на русском, Пиндерест на русском. Почитайте, посмотрите. Друзья, с вами была Прохоровская и Светлана. Я вам желаю удачи на АТСе. Пока, до встречи в следующих видео. Продолжение следует...